Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Правда, как выяснилось, мы будем собираться не по следу, потому что в следу здесь оппонирован зал намного лет вперед Я думаю, что контракт этот уже закончился, а оказалось, что нет Так что выберем какой-то день, да, Дмитрий Юрьевич? А так я рад всех приветствовать, рад всех видеть в новом сезоне, в добром здравии, в хорошем настроении и в добрый путь Спасибо Ну, сегодня очень непростой день Дело в том, что 10 лет назад, как вы знаете, произошли события на Норд-Осте И в этот день, именно с 26 числа, погиб член нашего Союза Александр Карпов Это замечательный поэт, приинтереснейший и неординарный человек И мы выпустили газету в его памяти И вот мне хочется просто немножко прочитать оттуда В 1996 году Саша Карпов вступил в Союз литераторов, причем очень необычно Проходил финал первого конкурса авторов-исполнителей Я читаю то, что написано в газете, посвященной Саше Это был конкурс авторов-исполнителей, посвященный днём рождения Владимира Высоцкого 1996 год Жюри называет лауреатов, среди них и Александр Карпов По результатам конкурса ему вручается членский билет Союза литераторов России, секция авторов песен 2002 год, 25 сентября Саша Карпов был делегат Пятого съезда Союза И когда он пришел, он огромный, он очень любил пить пиво Большой, веселый, и он сказал, жизнь налаживается Представляете, за несколько недель до смерти Он перевел, и вы, конечно, почти все, я думаю, слышали Мюзикл Чикаго, это блистательный перевод И ему сразу пошли заказы Он был отличный от других поэт Он был абсолютно свободен в своем творчестве И вот мне хочется, чтобы сегодня прозвучали стихи Александра Карпова Борис Якубович И прочитает, да, одно из стихотворений Анна Гедемин? Нет, нет Как вы решили, да? Как мы решили? Как скажете? В каком порядке? Как хотите? Ну, хорошо, да Пусть исчезла вода между мертвых камней Это все ерунда с точки зрения змеи Видишь, крысам нерадостен цвет А кротам он и так ни к чему Вряд ли филины любят рассвет Так за что же охаивать тьму? Между прочим, тепло, что так жалуем мы Есть такое же зло с точки зрения змеи Крик Фергус Песнь изгнанника За Синим морем, за океаном Лежит земля любви моей В чужих просторах, в далеких странах Не в силах были забыть о мире Но в море нет ни моста, ни брода И крыльев нет, чтоб перелететь И, несмотря на все невзгоды, ее увидеть и умереть Минувших дней воспоминанья Еще не дарит свой тихий свет Но все надежды, как все страдания Погребены под гнетом лет И один брожу с Китая Из края в край От весны к весне Пуста постель Трава сырая Земля чужая добра ко мне Уже ушли В страну забвенья Все те, кто не был Мной позабыт Давно легли деревья в тени На мрамор их Могильных плит И вот я пью И лишь вину я верю Как прежде я Сегодня пьян Мой путь окончен Мой срок отмерен Пора и мне Про свет, друзья Мы никогда Сашу не забывали И вот после публикации В газете Это четвертый, пятый номер Газеты Московской Организации Литераторов за 2002 год Мы выдвинули Сашу на белью премию 2003 года У нас здесь и публикации Ильи Тюрина Стихов И мы как бы объединили Две этих трагических судьбы Потом мы издали Альманах Вектор творчества Сорок до сорока Здесь были молодые поэты Саша был Тридцать небольшим Когда он погиб И здесь также помещено О нем И его стихи Прошло некоторое время Мы смогли издать еще Альманах Стараниями Церетели Он нам помог В типократских Всевозможных работах Поэтому такое невероятно Шикарное Издание И здесь мы очень Просили вдову Саши Карпова Светлану Карпова Которая после этого Вступила в Союз Литераторов Вечер Нордост Она была вместе с ним Она подробно описала Как все это происходило А еще вот в этой газете Мы попросили мать Саши Карпова Тоже написать свои воспоминания Ее не было на Дубровке Но она по рассказам очевидцев Она потом возглавила фонд Нордост Она написала Что Саша всегда отличался от других Он был непохожий Когда он появлялся На него сразу обращали внимание Это правда И чеченцы Когда начался этот террористический акт Тоже обратили на него внимание Им потребовался переводчик Саша вызвался И мать Рассказывает Как три раза Они грозили ему расстрелом И три раза Они стреляли не в него А автоматная очередь Проходила над головой Саши Но Как пишет его жена Он как бы почувствовал Как только увидел На сцене С Калашниковым Одного из чеченцев террористов Он почувствовал Что это конец И вот Если вы не читали Я очень советую Прочитать в нашем Альманахе Воспоминания Светланы Карповой И в газете Это есть в интернете МО За 2002 год Так что вот Мне хотелось бы Чтобы мы почтили Минуты памяти Памяти Александра Карпова Ну, собственно, жизнь продолжается Мы с вами Издаем В газеты Мы пишем И сегодня у нас две презентации Презентация поэта Степановой И Марины Кудимовой Ну, собственно, представить поэтов Естественно, должен сам Сопредитатель Союза литераторов Поэт Дмитрий Цисельчук Друзья Издали Прекрасную книгу Александр Карпов Стихи, которые остались Друзья Это группа 32 августа Которая к нам почти целиком И вступила в Союз В 1996 году Они издали Прекрасную книгу Причем Там и диск С исполнением Александра Карпова Так что это можно найти В магазинах Вот эти вопросы уже потом Ну, я о совпадении В этой газете Мы пишем также и о Тюрине И вот так вышло, что Марина Кудимова Плотную занималась Этим именем И этим альбонахом И вот теперь она у нас сегодня выступает Ну, понятное дело, что Мы не вчера познакомились И знаем друг друга Очень давно Но, вот, пожалуй, впервые За столько лет Мы можем его у нас послушать И если не понравится Наш пункт Мы всегда Кривет А второй наш поэт Когда подойдет Чебет Мы о нем скажем Он нас издает Но он пишет Прекрасные стихи И вот сегодня Мы на него посмотрим И с этой стороны Малиночка, пожалуйста Спасибо, Дима Которая вообще На Тамбовщине Наблюдалась Она, конечно, проходила Через Степанова Поэтому он вот И вылез Таким поборником Всего нового В поэзии Так что Сплошные совпадения вокруг Я не буду уж подробно Рассказывать Это займет много времени Обо всех других Моих старинных И добрых знакомых Которые сегодня присутствуют Но все Кто меня близко знает Осведомлены о том Что больше всего на свете Я не люблю выступать И читать стихи Делаю это чрезвычайно редко Но Дмитрию Сычку Которого я очень люблю И глубоко уважаю Конечно, я отказывать не могла Вот Поэтому Я долго вас мучить не буду А вы Начну с меня Но Разумеется, я Открыта Ко всякому разговору Если на то дело пойдет А вообще Я убеждена Что дольше 15 или 20 минут Человеческое ухо Не способно Воспринимать поэтическую речь Потому что она Очень концентрированная И достаточно Напряженная Для нашего слухового аппарата Еще хочу сказать Прежде чем начать читать Что Вот Эту книгу я Подарю всем Желающим А вот эту не всем Ее пока мало И Она к сожалению Достанет Ну можно будет потом Я думаю разыграть Небольшой Пкинуть жеребник Вот Или как скажется Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok